МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем последствия аварии на пересечении улиц Провсоюзная и Чернышевского. Притормозил чуть-чуть. Начали дальше продвигаться, и машина увлечала. Бугульминец, обвиняемый в сексуальном насилии над своей дочерью, вновь на скамье подсудимых. На наш взгляд доказательств достаточно, будем их предоставлять судом. Ранее его оправдали, однако прокуратура обжаловала это решение. Об этом и не только прямо сейчас. Квартира сгорела этой ночью в одном из домов по улице Восстания. Из окон валил густой дым, и увидев его, очевидцы ворвались в полыхающее помещение, где обнаружили обнаженную и нетрезвую 56-летнюю женщину. Ее удалось спасти. Соседи отметили, что ожидали подобный сценарий. Вот почему, узнала Нафиса Минязова. Там был пожар, просто зашли и вытащили девушку. Увидев черный дым, который валил из окна двухэтажного дома, мужчина, недолго думая, забежал в горящую квартиру, понимая, что на счету и каждая минута он вынес женщину, которую там увидел. Как рассказали очевидцы, женщину выносили на улицу в том, в чем ее мать родила, и уже соседи собрали всю необходимую одежду и не дали ей замерзнуть. Несмотря на то, что она надышалась продуктами горения, медики осмотрели ее и не нашли никаких повреждений. К тому моменту приехали пожарные и стали бороться с огнем. Ядкий запах гари успел распространиться по лестничной площадке и другим квартирам. Дышать нечем вы, поэтому проснулись? Да, дышать нечем. Спасенная женщина толком не понимала, что происходит, призналась. Да, выпивала, но была одна и никакие гости к ней не приходили. Дома не курите? Нет, я не курю вообще. А живете тоже здесь одна вообще? Одна, одна. Своя квартира? Ну, это моя племянница в квартире. Она знает тоже? Сейчас она, наверное, знает. Образ жизни, уверяют, ведет достойно, однако соседи утверждают об обратном, считая, что ранее судимая женщина за хранение и потребление наркотических средств часто устраивает бурные застолья и приглашает сомнительных личностей к себе домой. Ранее с ней проживал ее родной брат. Он человека, может, сухаря разрубил, но скидал, почти всем. Выяснилось то, что семь лет назад он убил и расчленил своего буйного соседа. Когда шел закапывать ногу на кладбище, его увидели прохожие и сообщили полицейские. Тело погибшего нашли за диваном в этой квартире. Мужчину осудили и отправили на принудительное лечение. Впоследствии, по словам соседей, он умер. Зная и эту историю, соседи не удивились возгоранию. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сгорела входная дверь и прихожая. Женщина стала подозревать, что это поджог. Однако пожарные дознаватели установили. Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Нафиса, меня зовут Наиль Абдулин. Вызов 112. 28-летняя девушка была госпитализирована с ожогами предплечья и стоп в результате пожара на базе отдыха «Зеленый бор» в Лаишевском районе. В Садовом товариществе ветеранов труда 9 в 6 часов вечера загорелись три домика. На помощь к Матюшинским и Лаишевским пожарным прибыли огнеборцы из Казани. Им понадобилось полтора часа, чтобы полностью справиться с огнем. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причина происшествия выясняется. Очередная авария произошла сегодня днем на пересечении улиц Провсоюзной и Чернышевского. По предварительным данным водитель «Инфинити» из Санкт-Петербурга не убедился в безопасности маневра и въехал в грузовик, который на дороге имел приоритет. Как предполагаемый виновник ДТП объяснил произошедший, знает Салават Мухаммадуллин. Ушибло грузчика чуть-чуть, наверное. Но нормально все. И водители, и пассажиры избежали серьезных травм. А вот оба транспорта получили сильные повреждения. Особенно досталось «Инфинити». Водитель иномарки, едущий со стороны улицы Провсоюзной, по правилам дорожного движения должен был пропустить грузовик. Но этого он не сделал. Газур стоит. Обзор не такой большой. Притормозил чуть-чуть. Начали дальше продвигаться. И машину влетел. Я по тормозам не нажимал. Стащили только сюда. То есть он в вас, да, въехал? Да, но приличная скорость была там. Водитель автомобиля «Инфинити» из Санкт-Петербурга в Казани проездом отметил, что не сразу разобрался на этом перекрестке. Тем более, что ему перегородили обзор. Вот стоят любители ремонта машин. Прогораживают проезд. Свою вину молодой человек в происшествии признал. Стоит отметить, что подобные аварии на перекрестке Провсоюзной и перпендикулярных ей улиц происходят регулярно. В ближайшее время сотрудники ГИБДД планируют изменить приоритет движения на перекрестках и добавить светофоры. 25-летний водитель «Жигулей» разбился насмерть в результате аварии в Спасском районе. На втором километре автодороги Никольская от Рада мужчина при повороте налево не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте. Ранее автомобилист был лишен водительских прав за оставление места ДТП. Три человека пострадали в крупной аварии в Лаишевском районе ранним утром недалеко от села Сокуры столкнулись «Шевроле-Авео» и «Грузовик Почты России». Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. Видно, что легковушка выезжает на полосу встречного движения и врезается в многотонник. 48-летний водитель и 23-летний пассажир иномарки в тяжелом состоянии были госпитализированы. Также медики доставили в больницу и второго участника ДТП. Его состояние оценивается как средняя степень тяжести. В Бугульминском городском суде начали новый процесс в отношении 27-летнего Сергея Кукушкина, которого подозревают в насилии над полуторагодовалой дочерью. 13 апреля этого года мужчину оправдали, однако месяц назад Верховный суд отменил приговор. Аэрод Назипов разбирался в нашумевшей истории. Эта история началась 27 октября прошлого года. По предварительным данным, Сергей Кукушкин в тот день находился дома с тремя детьми. Меняя подгузники, он нанес травмы половых органов полуторагодовалой дочери. Впоследствии ребенок оказался в больнице. Увидев травмы, врачи обратились в полицию. В итоге в отношении отца возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обвинение полагало, что подсудимый намеренно применил насилие к дочери. Разбирательства шли полгода, и в апреле мужчина был оправдан. Однако прокуратура подоложала бы в Верховный суд, и приговор был отменен. Теперь стороны вновь встретились в зале Бугульминского городского суда. Суды не обвиняются в н.д. сексуального характера по отношению к лицу, не достигшего 14-летнего возраста. То есть мы в соответствии с 132-й уголовного кодекса Российской Федерации. На наш взгляд доказательств достаточно, будем их предоставлять судом и доказывать виновность судимого. Страна защиты вину в предъявленном обвинении отрицает, полагая, что мужчина нанес травму ребенку случайно. Также фигурант в уголовном деле поддерживает его жена, считая, что ее муж не является насильником их дочери. Адвокат вновь намерен добиться оправдательного приговора. Верховный суд указал, что в полном объеме проверено по факту причины телесных повреждений. То есть это означает 115 статьи, то есть преступление небольшой тяжести. По этому поводу мы собрались здесь. И по поводу этой статьи, если она возникнет, вы тоже будете занимать позицию? Да, да, да. Буду занимать позицию о его невиновности. Процесс проходит с закрытыми дверями. На сегодняшнем заседании суд допросил свидетелей. То же самое планируется сделать и на следующих слушаниях. Айрат Назипов, вызов 112. Перерезал противоугонные тросы и без труда крал велосипеды. Подозреваемого в серийных кражах двухколесной техники задержали полицейские Казани. Им оказался 48-летний ранее судимый мужчина. После его поимки стражи порядка вернули похищенное имущество законным владельцам. Рамиль Шайдулин продолжит. Буквально за месяц до пропажи я поменял на нем как раз-таки педали, ручки, тросик уделить замену. С заявлением о пропаже своих велосипедов в дежурную часть полиции Вишневский обратились четверо казанцев. Как установили полицейские, кражи двухколесной техники происходили с июня по июль. Общая сумма ущерба превысила 36 тысяч рублей. В ходе работы по данным сообщениям о преступлении уголовным розыскам отдела полиции Вишневский была получена оперативная информация о причастности к данному преступлению уроженца города Казани ранее судимого. В ходе отработки данной информации данный гражданин был задержан, доставлен в отдел полиции Вишневский, после чего был допрошен в качестве подозреваемого. 48-летний казанец во всем сознался. Рассказал, что действовал по одной и той же схеме. Перерезал противоугодный трос и похищал велосипед с лестничной площадки. В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье кража. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде. Два похищенных велосипеда вернули законным владельцам. Как-то утром, часов 11, обнаружил, что велосипеда на месте нет. Наверное, недели три прошло. Вот меня приглашают и выдают мой велосипед в целости и сохранности. Велосипед у меня украли ночью из подъезда. Два года оставил в подъезде и не думал, что могут из подъезда украсть, потому что там бабушки охраняют, наверное, лучше сигнализаться. Естественно, я рад, счастлив, что моего друга вернули. Еще один велосипед будет возвращен владельцу в ближайшее время. А вот четвертому потерпевшему подозреваемый возместил стоимость похищенного транспорта. Рамиша Айдуль, Наверное, Назипов. Вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.